Бизнес-класс на Федам.ФМ. Я Георгий Вербицкий. Итак, как и обычно, будем обсуждать, как сделать деньги, искать незанятые ниши и интересные идеи. Откровенно говорить о различных бизнесах, разбирать их, смотреть, как они устроены изнутри и приглашать, конечно же, интересных гостей. Сегодня у нас достаточно специфическая тема. Тема, на мой взгляд, особенная – это женский бизнес. Роль женщины в бизнесе. Бизнес – это же стресс, риск. Женское вообще ли это занятие? Стоит ли женщине стремиться создавать свой бизнес? И какие качества для этого нужны? Вы можете написать на сайт. Федам.ФМ всегда это сделать. Либо позвонить по телефону прямого эфира. 495 – это код города. 65 10 996. Сегодня у меня в студии две очаровательных гости. Алена Попова, основательница проекта Startup Woman. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. И Ольга Фемина, руководитель женского такси. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Всегда приятно, когда мою программу посещают очаровательные гости. И, наверное, стоит начать с того, чтобы, может быть, вы просто расскажете чуть-чуть, буквально в двух словах. Ален, вот что такое Startup Woman и как вы пришли к тому, чтобы его создать? Startup Woman – это самое большое сообщество женщин-предпринимателей в сфере IT. Плюс это медиаплощадка, на которой мы размещаем успешные проекты и успешные кейсы, то есть примеры того, как женщина смогла сделать бизнес. Сейчас развиваемся в сторону создания бизнес-инкубатора, то есть мы соединяем хорошие проекты и фонды, чтобы они нашли друг друга, потому что, если вы знаете, по статистике только 2% проектов, где основатель женщина получает инвестиции. Но, когда мы, я сооснователь, у меня есть прекрасная соосновательница. То есть это некий бизнес, да? Вот Startup Woman – это портал, который, в общем-то, является небольшим бизнесом. Startup Woman – это действительно бизнес, потому что мы вкладываем в проекты, и это медиаплощадка. Все, понятно. Ольга, женское такси, либо еще розовое такси, как его, я так понимаю, когда-то называли. Да, да. То есть это розовые машины, которые мы можем увидеть на улице города, это ваше творение. Да, за рулем только женщины, но перевозим всех, как обычное такси. Вы, это ваш бизнес, либо вы управляете им? Это мой бизнес. Вы придумали? Да. А в каком году стартовало? В 2006, начало 6-го года. Начало 6-го года, то есть уже, в общем-то, за 6 лет уже выехали. Я помню, это невозможно заметить, да, на улицах города, я прям все время замечаю. Предлагаю обсудить, вот буквально вчера журнал Fortune опубликовал 23 сентября, то есть вчера, список самых успешных предпринимательниц мира. И в этом рейтинге 50 наиболее влиятельных бизнес-леди, 49-е место у нашей соотечественницы генерального директора авиакомпании Transair Ольги Плешаковой. То есть, во-первых, могу вас поздравить, что у нас, оказывается, наконец-то Россия опять вошла в этот рейтинг, потому что до этого Россия была представлена в рейтинге только в 2008 году, тогда она была представлена... Елена Батурина, по-моему, была, нет? Елена Батурина, по-моему, тоже была, но вот, судя по тому, что пишут, в 2008 году была представительница базовой элементы, Кульжан Молжанова, генеральный директор. И вот с тех пор, ну, я все-таки думаю, что действительно Елена Батурина должна была быть. Елена Ольга Дергунова, там много было женщин. Дергунова обязательно тоже должна была быть. Ну вот, интересно, что для американских бизнес-леди отдельный рейтинг формируется, не знаю почему, ну вот, лидирует, кстати говоря, вообще в глобальном мировом рейтинге представительница Туманного Альбиона, то есть Великобритания, 9 позиций из 50. Как вы думаете, почему именно на острове такая бизнес-активность? Ну, это по совершенно объяснимой причине. Ну, скорее всего, это сектор финансов, скорее всего, это банковская сфера, и в банковской сфере очень много женщин на постах исполнительных директоров находится. Просто в силу того, что они лучше выполняют монотонную работу, более ответственные, там это понятно, и в Англии это закономерно. Ну, монотонная, на мой взгляд, скорее бухгалтерия, а финансы, они все-таки, ну, предполагают некую тоже, скажем так, нерутинную работу, а более такую предпринимательскую. Управление финансовым институтом, это все-таки рутинная работа, там, отдел по развитию стратегии и новым продуктам, это отдельная история в финансовой среде. Интересно, что есть еще в этом рейтинге представительница мусульманского мира, я так понимаю, что в первый раз была включена, бизнес-леди из Саудовской Аравии, не написано, что это за бизнес-леди и чем она управляет, но тем не менее, вот такой интересный факт. То есть это, в принципе, можно сказать, что уже некий тренд, что женщины в бизнесе... Вот, кстати говоря, у нас был спор как раз перед программой, стоит ли делать отдельный рейтинг и почему? То есть не является ли это каким-то уже сексизмом, отдельный рейтинг для женщин? Это все время, вот Ольга сама согласится, это все время, значит, когда мы делали стартап Women с Машей Косинковой, первое, что нам сказали, что мы сексистки, феминистки, шовинистки и так далее. Не дай бог вообще никаких Women, уберите Women, это никому не нужно. Можете все, что хотите делать, но название не включайте. Мы прислушались и сказали, хорошо, тогда мы будем делать проект ориентированный на женщин, пожалуйста, мужчины тоже приходите. И нам все стали говорить, конечно, потому что бизнеса нет мужского или женского. Есть бизнес, есть профессионалы, есть непрофессионалы. Зачем вам что-то отдельное? Женщины сами, успешные женщины нашего IT-рынка нам сказали, что нам не нужны льготы, квоты и так далее, мы никакие не неполноценные, у нас все хорошо, мы супер-пупер, мы самые лучшие. То есть есть мнение, что нужно как бы разделять, да, есть мнение, что не нужно разделять, то есть это все, в общем-то, ну, одно и то же, просто не нужно даже пытаться делать какое-то различие между женщинами и мужчинами. Это различие просто появилось, потому что рейтинги обычно составляются на основе рейтингов крупных компаний. Понятно, что в крупных компаниях в основном мужчины, в силу ряда причин. И все, поэтому я считаю, нужен отдельный рейтинг для женщин, потому что это средний и малый бизнес. И только потому, что он должен быть в этих рейтингах представлен, там могут быть женщины, это здорово. Мне кажется, что все-таки условия, ну, как бы, скажем так, изначальная, как бы не то чтобы подготовка, но изначальные условия, в которых женщина находится сейчас в нашей цивилизации, они немножко, и в которых мужчины находятся, они немножко разные. Поэтому все-таки, мне кажется, для женщин должен быть отдельный рейтинг. Я соглашусь с вами, просто потому что, ну, как бы, впрямую, мне кажется, вот так вот конкурировать мужчина и женщина, у женщин всегда должна быть какая-то фора, потому что все-таки, ну, на мой взгляд, история цивилизации как-то определяла... Доказывает, что женщина сильнее. Определяла путь с такой точки зрения, что женщина традиционно все больше как-то вот менее рискованные занятия, пещера, дом, семья, а мужчина... А мужчина добытчик, мамонта. Да, то есть, как бы, резкие вылазки с большим риском. То есть, стресс, стрессоустойчивость, соответственно, у мужчин, а у женщин такого, ну, конечно, есть разные женщины, но, тем не менее, в целом, как-то все-таки поменьше вот природа подготовила. Согласны или нет? Или все одинаково? Нет, с нами просто Никонова нет, он уже написал книжку «Конец феминизма», он бы нас сейчас просветил, чем мы отличаемся от мужчин. Нет, я считаю, это совершенно не так. Исторически так сложилось, что женщина просто мультизадачна. Вот именно из-за того, что, как, по крайней мере, все объясняют, там сидела в пещере, кушать готовила, и что-то там писала, и надо было смотреть на вход в пещеру, соответственно, это функция «быстро обнаружить опасность». И из-за того, чтобы быстро обнаружить опасность, появилась задача «сохранить и защитить», и поэтому это базовая наша функция «сохранить и защитить». Но я бы все равно так не делила, потому что я знаю огромное количество мужчин, которые так же себя ведут, равно как огромное количество женщин, которые такие добытчики, что мужчины у них не сняли. Мы говорим о каких-то общей температуре по больнице, то есть о каких-то общих тенденциях. Понятное дело, что есть и мужчины, похожие на женщин, и женщины, похожие на мужчин. Бизнес – это немножко другая история, это все равно для активных людей. Мы туда пришли, соответственно, у нас наиболее унифицированные правила. Вот Оля подтвердит, у вас вообще тяжелая история, женщина за рулем – это вообще крайний шовинизм просто. Да. Ну да, очень многие мужчины, конечно, очень болезненно реагируют, именно когда женщина за рулем и что-то вот… Но самое интересное, что среди наших клиентов очень много мужчин, которые заказывают именно автомобиль для своих женщин. И также сейчас мы работаем с компаниями, которые, попробовав ездить с нами, остановились и достаточно долгое время, уже по 2-3 года, мы именно сотрудничаем. А у нас в России, на самом деле, одна из главных проблем – это коррупция, то, что сдерживает бизнес. И как раз недавно компания UBS и Кэмпден Ресерч провели исследование российского бизнеса и выявили, что в 2009 году о коррупции как о сдерживающем факторе развития бизнеса является только 4% представителей крупных компаний. А в 2012, то есть в текущем году, число недовольных увеличилось до 55% опрошенных. То есть, представляете, с 4% до 55%. Как бы, насколько это преувеличено? Вот как вы считаете, действительно ли коррупция – это такая уж большая проблема сейчас? Как вот пишут по результатам этого исследования? По моему мнению, это как бы сейчас модно ругать коррупцию на фоне того, что… На фоне политики. На фоне политики, да. Я просто вынуждена с вами не согласиться, потому что у нас… Опять, Алена, вы всегда со мной не соглашаетесь. Я общаюсь со всеми, у меня кредо такой. Нет, ну просто я общаюсь очень много с представительницами бизнеса из регионов, и у них как раз проблема. Потому что в регионах очень… Вот если про Москву говорить, это одна история. Это более демократично, большой город, много возможностей. А регионы, они все-таки более клановые, им там очень тяжело. То есть, то, что мы получаем информацию, что пришли, что попросили, какие проверки начинают, это действительно очень тяжело, и поэтому я согласна, что… Но борьба с коррупцией должна начинаться с низов, да, как бы, понять, что рыба гниет с головы, но сейчас уже совсем голова прогнила, давайте начнем другое движение. То есть, проблема все-таки есть, да? Проблема очень серьезная. Да, очевидная. За три года действительно рост с 4% до почти половины опрошенных, это так и есть. Ну, я не уверен, что в такой пропорции, может даже больше, может быть меньше. Я уверена, что это есть. Хорошо, понятно. Мнение женщин по поводу коррупции нам ясно. И продолжим о роли женщины в бизнесе после новостей. Продолжаем обсуждать женский бизнес. Еще раз представлю моих гостей. Алена Попова, основательница проекта Startup Women. И Ольга Фомина, руководитель женского такси с розовыми машинами, чтобы люди понимали, что… Кто, кто… О чем речь. О чем речь, да, о чем речь. Итак, поговорили в целом о том, какую роль играют женщины в бизнесе. Ну, я бы немножко специфически больше бы уточнил бы. А вот смотрите, на каких ролях женщины более, скажем так, могут найти себя. Вот обычно же, знаете, вот есть фронт-офис, что-то активное, связанное с клиентами, с продажами. Есть бэк-офис, это бухгалтерия, это вот ведение каких-то бумажек, следение за порядком и так далее. Традиционно женщины все-таки, на мой взгляд, всегда больше выраженные были в бэк-офисе. Зайдешь там, скажем, в HR-отдел компании, и там сплошные женщины. Зайдешь в бухгалтерию, тоже женщины. А отдел продаж в основном мужчины. Вот такое разделение справедливо ли или нет? Я бы разделила на крупный, средний и малый бизнес. В среднем и малом бизнесе это в основном сфера торговли, IT туда тоже входит. Вообще, в принципе, сфера услуг, гостиницы, рестораны и так далее, конечно, это женские вещи. И поэтому я говорю, что надо малый бизнес освободить от налогов, потому что помощь соцдему. Потому что нас физически просто больше. То есть IT-бизнес, ресторанный бизнес? Ну да, то есть сфера услуг, торговля, IT. То есть исконно те сферы, которые в основном имеют региональную сеть, либо в основном они очень демократичны, вот как IT, потому что ты можешь на любых позициях начинать. Тут, в принципе, гендер вообще не важен. И дальше крупный бизнес. Понятно, если мы говорим о крупном бизнесе, там другие правила игры. Понятно, что если это отдел в крупной компании, например, PricewaterhouseCoopers, понятно, что женщины в основном будут играть роль бэк-офиса. Я не знаю, почему так, но, кстати, PricewaterhouseCoopers поддерживает программу по квотированию. То есть они за то, чтобы места в совете директоров для женщин выделялись специально. И мы совсем скоро будем это обсуждать. Квотирование, а не кажется ли вам, что это как-то несколько чересчур? Потому что, знаете, вот это квотирование для людей с какими-то физическими недостатками для женщин, то есть это вот как-то приравнивать, по сути, получается? У меня свое отношение к квотированию. Я тоже считаю, что квотирование не всегда хорошо. Но если, например, брать сферу, я не знаю, например, добычи угля, и там есть женщина, то я не уверена, что плохо квотирование, потому что в силу различных гендерных предрассудков, очевидно, ее там не будет. Или я не знаю, там разные есть. У меня просто есть как раз знакомые, которые работают на авиазаводе, добыча угля и переработка нефти. Ну, понятно, что это очень тяжело для женщины, там хоть как-то дойти до вот этого, так называемого «глассылин», то есть стеклянного потолка. А нужно ли? Ну вот если, допустим, два кандидата на пост, то всегда возьмут мужчину скорее. Да я сама. Ну, послушайте, у меня там свой бизнес есть. Ко мне приходят на работу, у меня есть стартап «Уимен», но ко мне приходит на работу устраивается женщина, девушка молодая, например. Я говорю, у тебя есть семья, а дети есть? И она отвечает «Да-да». И я очень сильно задумываюсь. Она мне говорит, ну как же так, вот ты же сама, вот ты же женщина, вот у тебя тоже сложности, вот если ты куда-то идешь, все равно предрассудки. Я думаю, пока я свое сознание не поменяю, как же я могу апеллировать к тому, что мужчины, находясь на определенных позициях, имеют эти предрассудки. То есть если есть семья и есть дети, то это не очень хорошо. Это фактор неопределенности. Это фактор риска, если мы говорим о бизнесе, потому что, значит, какие-то определенные периоды будут, выходные пособия, больничные, может быть, декретный отпуск и так далее. Так я поэтому и сделала стартап «Уимен» вместе с Машкой Сенковой, чтобы эта проблема для нас не была проблемой, чтобы мы поняли, как этот стереотип менять. Так может быть, все-таки как раз если нет семьи, и нет детей, то наоборот это риск, что появится семья, дети, и приоритеты поменяются полностью. Поэтому Ольга и говорит, если два кандидата на работу, в основном, ну, опять же, от сферы зависит, но в основном обычно берут мужчину. Нет, но обычно берут, вот какой, как бы считается, что хуже брать на работу, ну, скажем так, не то чтобы хуже, но вот более рискованно брать на работу, например, девушку, которая уже имеет семью и детей, либо девушку, которая еще не имеет семью и детей. Вот что более рискованно? И там и там риск, потому что не имеет она детей, родит, имеет детей, дети болеют, и они могут отнимать время. И так, и так плохо. Эффективная работа уже не настолько будет. Ну, а вот вы работали наемными менеджерами когда-нибудь? У вас, ну, не менеджерами, просто наемными, на кого-то. Сталкивались с этим? Конечно. В каком виде? В таком же, как я вам рассказываю. Страиваешься на работу, и в твои глаза часто очень не брали. Часто не брали, потом жалели, что не взяли. Часто брали и в процессе жалели, что взяли. Ну, это нормально. По возрасту очень много вот женщин, допустим, после 35 уже не берут. Хотя это, я считаю, самый такой возраст. Дети уже более-менее воспитаны. Женщина полна разных идей, но... Да, очень тяжело 42+. То есть вот 42 это еще не пенсия, вот 42-55 очень тяжело устроиться на работу. Это как раз региональная проблема. Соцдема такой, что в регионах средний возраст 42+. Я, наоборот, беру только после 35. А почему именно так? Ну, я считаю, что хорошим водителем в 25 лет нельзя быть, если касается моего бизнеса. А лучший водитель это вот 40-42, когда уже какая-то ответственность есть, когда ты уже можешь понимать ответственность эту нести за себя и за чужую жизнь. И, в принципе, эти девочки самые лучшие мои работники. Ну, девочки, 40 лет они все равно видят девочки. А сколько у них рабочий день? По 12 часов. Это тяжелая работа. Я сама говорю, что это очень тяжело. А перед тем, как перейти уже к конкретике бизнесов для женщин и бизнесов, которые сделаны были женщинами, я предлагаю тем, кто нас слушает и заинтересован в теме, позвонить по телефону прямого эфира 495, это код города, 6510996, либо сайт Финам.фм, там можно написать. А это средство коммуникации. Если вы хотите выразить свое мнение, если вы хотите, может быть, поделиться какими-то историями, если вы женщина и вас взяли на работу, либо не взяли на работу, и вы поняли, что это как-то связано с тем, что с вашим полом, то вы можете высказаться и высказать. Либо вы можете, если вы мужчина, вы можете высказать свое мнение, почему вы считаете, что женщина хороший работник, либо женщина не очень хороший работник по сравнению с мужчиной. Итак, женское такси. Вот это очень интересная, на самом деле, компания, на мой взгляд. Я посмотрел на сайте, что у вас не только требуются водители женщины, а еще и механики, условно говоря, тоже женщины. Это действительно так? Есть, да. То есть у вас все, 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 все работники – это женщины? Ну нет, не все. Мы просто попробовали взять работников еще, автомехаников, женщин. Почему? Потому что есть такой стереотип, приезжает женщина в автосервис, и ее, как говорится, разводят. Ага, и там такой в засаленном комбинезоне, такой с перегаром, такой человек, дурочка, ничего не понимающая. Которому даже подойти страшно, не то чтобы как-то с ним пытаться о чем-то… Естественно, он говорит на своем языке, там на каком-то непонятном, и еще всегда он говорит так немножко грубовато. Поэтому вы решили эту проблему снять? Ну у нас кроме такси еще есть свой автосервис. Автосервис? Обслуживает и такси, машины, плюс еще берет клиента. То есть, я представляю, там въезжаешь, он, наверное, розовый, там духами пахнет, пуфики стоят. Все, кошмар, надо начать кидаться чем-нибудь. Но духами не пахнет, обычный автосервис. Обычный автосервис, только там в комбинезонах выходят женщины. У нас всего две девушки. Две девушки выходят. Да, но есть и мужчины. Конечно, тяжелую работу делают мужчины, мы не можем отнять у них того, что они молодцы и очень много знают. Мы им помогаем, можно сказать, что касается автосервиса. То есть, реально, вот у вас бизнес ориентированный на женщин. То есть, сколько процентов клиентов женщины? Ну, наверное, процентов 60. 60, а, то есть, все-таки мужчины пользуются. Вот в розовом такси ездят мужчины. А почему? Ну, наверное, им комфортнее ездить с женщинами. Комфортнее в том плане, что приятнее общаться? И общаться приятнее. Я уже говорила, женщина, она осторожней ездит. Это мое чисто мнение, что женщина за рулем, она, по крайней мере, сейчас более осторожна, более внимательна. Ну, за рулем понятно. В каких-то других сферах, Ален, вот как вы считаете, где еще традиционно? Вы сказали, да, женская сфера, это рестораны, сфера ресурсов, торговля. Вот я вам так скажу, например, в Красноярске 72% малого бизнеса принадлежит женщинам. В Томске айтишный сектор очень много женщин, там порядка где 65 на 35. А почему айтишный сектор? Там же вроде как бы информационной технологии, железки, софт, вот это все. Железки нет. Конечно, этой железки исконно, если примитивно это так называем, все равно мужская. А женщин очень много в сфере как раз создания коммуникационных площадок, создания каких-то стартапов. Почему? Потому что для любого... Интернет. Скорее, не айти, а интернет. Почему? Мобильных очень много, айти много. Нет, интернет, естественно, просто в силу премиальной аудитории. Вы знаете, у нас соотношение тоже где-то 60 на 40. Основной прирост аудитории как раз женские 35+, плюс 55+, и та, и та аудитория с очень высокой покупательной способностью. Понятно, что электронная коммерция тоже растет, и понятно, что когда этот бизнес ориентирован на женщин, логично, когда его делает женщина. То есть я понимаю, например, что Ольге можно продать и как ей это можно продать. Очевидно, если я что-то начну в сфере электронной коммерции, у меня это будет удачно. Ну вот женщины, которые входят в тот список, о котором мы говорили, вот Ольга Пришакова, трансаэр. Ольге я хочу в эфире, я уверена, что она, наверное, нас сейчас не слушает, но хочу сказать спасибо, потому что они нам, как трансаэр, очень помогали, когда мы были в Крымске. И это тоже, мне кажется, зависит от того, что там была именно Ольга, что она так принимает вот эту социальную ответственность. И поэтому я уже приводила пример прайсов, и КПМГ также делает еще крупные западные компании. У них социальная ответственность очень важна, поэтому женщину на руководящем посту это здорово, потому что компания приобретает такое social responsibility, то есть социальную ответственность. Хорошо, а вот такой момент, который наверняка используют, условно говоря, швинистские настроенные товарищи, которые говорят, что у женщин есть перепады настроения, эмоции. Вот как можно руководить, когда все-таки так вот сильно влияет какой-то эмоциональный, гормональный фон? Как это? Ну, по нам с Ольгой видно, что мы спокойные, довольные жизнью, значит, можно. Нет, ну, действительно, влияет что-то, но я видела мужчин, которые бросаются... Мы придумали мужчины, скорее всего, да. Да, то есть это история, когда действительно мы гормонозависимы, но это никак не связано с профессиональной деятельностью. Если ты, у тебя есть какая-то задача, и ты, я извиняюсь, если ты руководитель, должен свои как-то эмоции держать при себе, да. То есть это условие. То есть вопрос в том, что даже если что-то как бы... Ну, плохое настроение бывает у каждого, на самом деле. Если это есть нормальный человек, то есть человек опытный, особенно опытный как руководитель, он это отследит и действительно не позволит повлиять на там общую стратегию, на взаимодействие с каким-то людьми. Посмотрите, мы сейчас не можем обсуждать там, это женское или не женское, потому что это профессиональное или непрофессиональное. Если руководитель в угаре, там, в пылу нервном начнет кидаться стаканами и сотовыми телефонами, я видела таких и мужчин, и женщин, это не значит, что это женское или это мужское. Это просто истерика у человека. Это либо профессионал, либо это непрофессионал, который может вот это вот все допускать. Окей, мы ждем ваших интересных историй по телефону прямого эфира 495, это код города 6510996, либо на сайте Финам.фм, но лучше, конечно, звоните нам. И продолжим мы, продолжим обсуждать бизнес, ориентированный на женщин, уже после новостей. Женский бизнес продолжаем обсуждать с гостями нашей студии. Сегодня с Аленой Поповой, основательницей проекта Startup Women, и Ольгой Фоминой, руководителем женского такси. Итак, бизнес, ориентированный на женщин. Ну, давайте начнем со Startup Women. Это некий портал, да, который объединяет предпринимательство. Площадка. Площадка для предпринимательства, которая объединяет женские проекты. А как вообще решили сделать вот этот бизнес? То есть в какой момент эта идея появилась, и почему именно такая? Она появилась в 2008 году, когда было уволено большое количество женщин из сферы IT, потому что они, был кризис, и они выполняли дублирующие функции. То есть это как раз перечисленный вами отдел маркетинг, реклама, HR и так далее. И в основном это была региональная история, и в основном так получилось, что за 2009 год они уже успели родить детей и не могли выйти на полный рабочий день. Бюджетная сфера для них закрыта, потому что кризис. Крупные предприятия тоже, потому что тоже кризис. И понятно, что кризис и кредитный же был очень высокий. Поэтому я и Машка Сенкова, Маш тогда работала директором по маркетингу крупнейшего дистрибьютора компьютерных игр, мы собрались и решили, как помочь нашим знакомым. И на фоне того, что мы помогали концептуально, то есть нам хотелось не дать рыбу, а дать удочку. Мы стали думать, что давай сделаем площадку, давай расскажем, как можно, давай-давай-давай. А потом мы провели первый форум, собрали историю успеха. Историю успеха совершенно феерические были, потому что тогда, в 2010 году, в интернете наиболее известным примером успеха была продажа Дарбери Группона Елены Масаловой, которой было 24 года, которая продала за десятки миллионов долларов свой проект крупной компании. Тогда была Иви.ру, тогда была Алена Владимирская, только начинала хэдхантинг уже как самостоятельно, не внутри Mail.ru. И это все были истории успеха. И когда люди на это смотрели, особенно девушки, особенно в регионах, они думали, да, это здорово. И вторая наша задача была, это решить проблему незанятости трудовой женщин. Потому что если ты сидишь в регионе, у тебя нет возможности устроиться на работу, ты можешь это делать посредством компьютера, создавая свой проект. Какой проект создавать? Как на него найти деньги? Дадут тебе деньги? Не дадут деньги? Что такое эффективность? Вот этим всем занимается стартап имя. То есть вот есть девушка, которая хочет сделать какой-то бизнес в интернет, допустим, да, как самая, ну не самая простая, но может быть самая очевидная. Да, она приходит к вам. И какие услуги вы ей оказываете? Вы помогаете или... Она, во-первых, у нас разветвленная сетка. Мы есть в регионах, и там девушки сами организуются, используют наш бренд. Мы проводим образовательные курсы, мы помогаем оформлять проекты, мы помогаем в эти проекты находить инвестиции, мы помогаем контактами. Потому что, например, самая быстро развивающаяся среда это так называемый там digital pregnancy, это всё, что касается беременности, родов и постродовых историй, например, товары для детей и так далее. Это всё заказывается через интернет, это тенденция. И понятно, что женщины, пройдя всё это, особенно ставшие мамами впервые, они понимают, где что есть. Это тенденция. Мы им говорим, замечательно, вот у тебя есть проект, это уже не новая история, она уже была, вот посмотри, это история успеха, либо это история провала. Вот посмотри, какие контакты ты можешь использовать. Если ты делаешь что-то такое, что делаю в другом регионе, давайте знакомьтесь. И у нас это прекрасно получается. То есть это такой консалтинг, да, по сути? Нет, это именно площадка. То есть там обучение, финансы и сами проекты. Ну вот стартап имен на чём зарабатывает? За что вы берёте деньги? За рекламу? Стартап имен зарабатывает на ивентах, то есть на вот этих курсах, мероприятиях, форумах и так далее. И на вложениях в проекты. А вот здесь поподробнее, если можно, вложения в проекты, как это всё? Вложения в проекты – это инвестиция в стартап, который ориентирован на женскую аудиторию. Например, всё, что связано сейчас, мы вкладываем в электронную коммерцию для детей, развивающие истории для детей, электронная коммерция для женщин. И, кстати, у нас есть несколько проектов, где основатели мужчины, но проект нацелен на женщин. Мы, соответственно, забираем там долю, находим эти деньги, инвестиции, и поэтому возникла история создания такого специального фонда «Стартап имен». У нас идёт большая дискуссия уже год, потому что у нас есть сторонние инвесторы, как инвестиционный клуб. Мы хотим создать такую шапочку в фонд. То есть привлекаете деньги, помогаете за какую-то комиссию, да, видимо? Нет, мы забираем долю из проекта. Вы забираете долю из проекта. Да, проект, соответственно, если это электронная коммерция, быстро становится, быстро становится очень популярным. Хорошо, Ольга, теперь к вам. Ну, у вас более просто, хотя не знаю, может быть и не более просто, на самом деле. Вот 2006 год, вы запустили розовое женское, тогда ещё розовое такси. А как пришла в голову идея? Вообще, это была своего рода авантюра, потому что вот когда мы начинали… Как и все стартапы. Как и все стартапы, да. Ну, как пришла эта идея? На фоне общей криминализации были очень известные такие ситуации, когда женщина в такси подверглась нападению, изнасилованию и так далее. Ну, вот пришла, почему не я, почему не мы? Ну, решили попробовать. Пошло. И вот вылилась в такой большой бизнес. Как это всё было? То есть откуда вы нашли деньги? Откуда… Как происходило? Как вы купили первую машину? Ну, как деньги нашли… Деньги нашли свои какие-то сбережения. Продала дачу. То есть вы единственный собственник или нет? Единственный. Единственный, ага. Так, дачу и купили машину. Первое было 10 машин куплено. Каких? Деонекси, если не секрет. Деонекси. Да. А, 10 Деонекси и несколько Матизов маленькие. Део Матиз. Да-да-да, есть такие очень маленькие машинки. Да, очень маленькие машинки. Хорошая, хорошая машина. Да, ну, они были куплены в целях экономии тогда. И вот мы вышли с этими машинками, выкрасили их в розовый цвет. Это, конечно, был шок. То есть какие-то первоначальные вложения были, ну, не гигантскими, правильно сказать? Ну, порядка 150 тысяч долларов. 150 тысяч долларов. Да. Так, а диспетчерская, пульт, вот что это? Все, все это вот входило, своя диспетчерская круглосуточная. Мы не стали, я вообще не знала этот бизнес, абсолютно. А где вы, Ольга, раньше работали? Я работала в недвижимости. То есть это абсолютно был новый для вас? Абсолютно новый. Ну, как сказать, у меня муж, он всю жизнь занимался транспортом. У него был свой сервис. А, так и муж помогал. Да. Вот, это важно, свой сервис, это хорошо. Ну, и, в принципе, муж и жена одна сатана, как бы вместе, что делает муж, почему бы вместе с ним. И вот как-то это началось, и вот развивалось достаточно успешно. Окей, 10 машин. Как это все начиналось? Как они... Набрали девушек. Как начали работать? Объявления. И вышли все, вот мы с августа месяца вышли в город Москву. Когда это все окупилось, скажите? Ну, где-то через, как сказать, окупилось? Бизнес, он... Ну, вот эти 150 тысяч долларов. Ну, где-то в течение полтора года, я так думаю, где-то так окупилось. Но все равно, мы потом поменяли машины, потому что все-таки говорить о безопасности, наш девиз был комфорт-безопасность. Все-таки не самая безопасная. На Деоматис, да. Сейчас у нас автомобили Вольво, все автомобили. И мы считаем, ну, это как самая безопасная машина считается. Одна из самых безопасных. Да, Вольво считается безопасной машиной, это правда. Ну, вот сейчас мы только на автомобилях Вольво. А идея с розовым цветом откуда появилась? Ну, идея с розовым цветом, как рождается девочка, у нее розовый бантик, рождается мальчик, у него синий бантик. Да, это вот был своего, такая, маркетинг, все правильно, это была правильная такая рекламная кампания. Ну, и она, на самом деле, выстрелила и свой успех дала. Но вот все-таки, если машину красить, она же как-то теряет цене, в тот момент, когда вы ее красите. То есть вы решили, что это все-таки, несмотря на это, стоит свеч? Стоит. Ну, вот и сейчас у нас есть часть имиджевых машин розовых, а часть машин мы не красим, потому что многие клиентки наши постоянные все-таки просят не розовую машину, но чтобы водитель была женщина. А я вот видел на сайте, что люди жаловались, что приехала не розовая машина. Ну, просто это, наверное... А ожидали розовую? Ну, кто нам первый раз, допустим, обращается в диспетчерскую, они думают, что розовые машины. Просто были не предупреждены, что есть и другие. Ну, а что люди говорят вообще? Какой фидбэк? Ну, вообще всем очень нравится. Мы делаем ориентацию на детей, на женщин. И очень... У меня сами девочки дают иногда какую-то помощь мне в том, в развитии. Потому что вот на детей, перевозка детей без сопровождения взрослых, все мамы. У некоторых по двое, по трое детей. Конечно, я бы тоже... Многие услуги, там вот те, которые услуги, у нас есть шоппинг вместе. То есть такие типичные женские для женщин? Типично женские, да, да. Я вот все-таки удивляюсь, почему же все-таки 60% всего женщин, но по идее же должно быть больше, но 40% это... Четыре человека из десяти у вас мужчины? Да, да, да. Как так происходит? Вот удивительно. Ален, можете прокомментировать? Скажешь, могу. Ну, во-первых, клиент-мужчина, он может платить, ехать со своей супругой, например, или с девушкой. Это нормальная история. А во-вторых, очевидно, мужчинам очень тяжело, с ними разговариваю все время. Когда, например, им надо заниматься делами, а водитель с ними беседует. Да, вот такой вот гарный хлопец за рулем, или как у нас с тобой, армянское радио. Заскучал там, да, за рулем, или хочет пообщаться. Да, они этого очень не любят. Поэтому, ну, понятно, вот мы с Ольгой разговаривали, у нее машина премиального ценового сегмента, да. То есть стоимость достаточно близка к высшему ценовому порогу среднего диапазона. То есть это не дешевое такси. Поэтому, если ты туда садишься, тебе хочется, чтобы тебя просто довезли, да, чтобы с тобой не разговаривали. Я думаю, что это. Ну, и, конечно, в любом случае аргумент, если там мужчине комфортно ехать в женской компании, понятная причина. Плюс еще мужчина как-то снисходительно, вот, ну, везите меня, хорошо, я позволяю вести себя. Мне кажется, вот, по поводу общения, да, я стараюсь обычно садиться всегда назад. Я тоже всегда назад. И поэтому как-то барьер такой создается между водителем и тобой. И водитель это понимает и как-то уже не старается, не будет говорить. Вот, если я сажусь вперед, то возникает какой-то вот, очень многие у нас почему-то любят садиться именно рядом с водителем. На западе такой практики нет, я знаю, то есть все садятся назад. Ну, вы знаете, мы еще разработали некоторые такие услуги, как встреча мамы из роддома. Мы украшаем машинку там всякими бантиками, всякими там, допустим, шариками, и мужчина вызывает. Уже второй раз он для своей жены куда-то поехать там в медицинское учреждение. Опять же, вызывает нас. А вызывает ли такси, чтобы познакомиться с водителем? Хороший вопрос, у меня такой же уже полчаса. Вы знаете, бывает, особенно вот 8 марта. Понятно, например, и говорят, пришлите красивую девушку. Да, ну вам говорим сколько. Пришлите красивую машину с хорошей девушкой-водителем. Ну, бывает, бывает, не без этого, конечно. Ну, диспетчера научились. А не было такого, что пристают, вот, что-то из этой серии? Вы знаете, ну, не могу соврать, что не было. Было, конечно, но, в принципе, в минимальном. Минимально. В основном мы оказываем транспортные услуги. Других никаких услуг мы не оказываем. Понятно. Было ли тяжело, вот, когда вы стартовали этот бизнес? Насколько было тяжело? Да, было тяжело. Было, ну, в основном из-за того, что от отсутствия, наверное, какой-то информации, от незнания, отсутствия опыта было тяжело. Если бы, допустим, вернуть сейчас, я бы очень много ошибок не сделала. Ну, очевидно, да. Ну, это, на самом деле, хороший вопрос. Он везде возникает. Там у нас есть проект StarLook, например. Это электронная коммерция для женщин. Абсолютно понятная история. Я сама женщина. И там все понятно. Но тоже тяжело очень. Потому что, когда ты начинаешь, и там Оля, понятно, причин. Вообще сфера абсолютно, кстати, не женская. А у нас история с тем, что надо очень быстро, мобильно меняться. И, естественно, начинать всегда тяжело. Вот преимущество, кстати, надеюсь, меня не закидают сейчас тухлыми помидорами, женщин перед мужчинами, то, что мы очень быстро, мобильно реагируем на изменения. Поэтому клиентоориентирование. Да, мы более клиентоориентированы. Потому что вот эта социальная ответственность, когда ты понимаешь, а что нужно реципиенту, кто благополучатель той услуги, которую ты оказываешь. Нет, я имею в виду вот стресс с точки зрения именно управления бизнесом. То есть, когда вы приходите домой? Ну, я прихожу очень поздно. Я прихожу где-то в час-два ночи. Что говорит муж? Он свирепствует, но поскольку он понимает, что это в прогрессии увеличивается, улучшается, а не ухудшается. Когда он видит на счету деньги, свирепость проходит. У него самого все в порядке. Но просто то, что он видит, что происходит. Самая важная мотивация, мне кажется, и в принципе их сохранение семейных отношений, хочу ответить всем женщинам, которые говорят, вот или бизнес, или семья. Нет. Когда ты сам развиваешься, ты в развитии, у тебя не возникает требование к партнеру, претензии, самое главное. Ты, наоборот, работаешь на сохранение отношений. Ты не можешь разрушать то, что удовлетворяет тебя, как человека, который развивается. Поэтому, наоборот, хуже, когда ты сидишь дома, тебе все раздражает, и муж раздражает, и все окружение раздражает, потому что ты замкнута в четырех стенах. Муж растет, а у тебя нет этого развития. Да, это, между прочим, в психологии одна из основных причин разводов. Что ж, интересно. Поговорим о практических советах, которые могут дать наши гости после новостей. Так, последняя часть бизнес-класса на Финам.ФМ. Мы обсуждаем сегодня женский бизнес. И перед тем, как практические советы нам даст Ольга Фомина, руководитель женского такси, и Алена Попова, основательница проекта Startup Women, я бы, еще бы, Ольга, у вас спросил бы, задал бы тот же вопрос, который я задавал Алене. Вот по поводу мужа. Муж не переживает, что вы приходите поздно, что у вас больше стрессов, что вы загружены? Вместе приходят, и так же загружен, да. То есть у вас это так же загружен, это семейный бизнес, и поэтому... У нас даже мы иногда остаемся ночевать в офисе, все для этого сделали. А тогда другой вопрос. Логично. Не слишком ли вместе много времени проводите, не влияет ли это на отношения? Вы знаете, мне кажется, я вот, у меня с мужем больше 20 лет, я замужем, и мне кажется, мы даже стали более ближе понимать друг друга, когда начали заниматься одним и тем же бизнесом. То есть совместный семейный бизнес, это в целом хорошо для отношений, для семьи? В моем случае, да. Практический опыт говорит, что да. Да, практически опыт говорит, что да, потому что мы разговариваем на одном языке, вместе устаем, вместе работаем. На какие-то вещи не обращаешь внимания, становишься терпимее. Я думаю, что это как-то помогает сохранять брак. Для наших радиослушателей телефон прямого эфира 495, это код города, и сам телефон 6510996, либо прямая трансляция на сайте Финам.фм, там же можно задать вопрос. Итак, эффективность бизнеса. Вот практические советы, как начать бизнес. Может быть, у вас есть какие-то рецепты для женщин, которые нас слушают, как это сделать наиболее эффективно? Алена, я думаю, что у вас 100% есть. Да, у меня есть. Во-первых, если вы проживаете не в Москве, а в регионах, надо выбрать сферу, которая наиболее востребована женщинами на данный момент. Если вы хотите получить прибыль в течение 18 месяцев, то есть средний цикл работы проекта, выхода его на прибыль. Это я говорю там о рынке, то, что я вам перечислила. Услуги, торговлю, высокие технологии. Если вы хотите начать свой бизнес с планом в 5 лет, тогда, соответственно, я думаю, что надо выбирать сферу, в которую придет ваша целевая аудитория через где-то полтора-два года. То есть надо считать аналитику. У нас, на самом деле, самая большая проблема у женской целевой аудитории, это то, что неподготовленность очень сильно присутствует с точки зрения знаний по рынку. Поэтому обязательно прочитайте и обязательно поймите, вы делаете бизнес на продажу, то есть вы хотите его создать и продать, стать там миллионершей, потому что я верю, что все могут, кто слушает. Или вы хотите создать империю. Если вы хотите создать империю, значит, вы не хотите продавать бизнес, соответственно, у вас возникнет необходимость привлекать туда сторонних инвесторов. По ходу этого бизнеса вы тоже должны это понимать. То есть либо краткосрок, либо на долгосрок, что называется. Это изначально надо себе представлять, то есть как ты вкладываешься, куда ты работаешь, какая у тебя конечная цель, иначе ты до нее не сможешь дойти. Второй вопрос, на который себе надо ответить, это разграничение полномочий тебя и партнеров. Понятно, что если ты работаешь одна из дома, это интернет-проект, это одна история. Если ты приглашаешь кого-то в команду и начинаешь команду, это другая история. У женщин базовая проблема, мы спрашивали, вот у тех, которые начинают IT-бизнес, в том, что они изначально не договариваются, потому что у женщин кредит доверия очень высокий. Они доверяют партнерам. Не договариваются с партнерами. Да, то есть, например, две женщины или женщина-мужчина, они не подписывают условный меморандум друг с другом, и поэтому самая проблема начинается не на стадии, когда денег нет и они нужны, а на стадии, когда приходит первый траж. Когда есть чего делить. Да, но есть чего делить, заканчивается обычно тем, что компания банкротится, никакого стаб-фонда не создается, и в итоге никакого тоже роста не происходит. Это второе, то, что вы должны расписать этот меморандум. И третье, это надо понять, откуда деньги. Значит, есть две истории. Первое, вы вкладываете свои сбережения, как Ольга, продаете дачи, машины, квартиры, но вы должны понимать, все-таки там у Оли все равно был тыл, потому что раз муж в этом разбирается, понятно, что эта история просто так не пропадет. Поэтому если у вас тыла нет, наверное, продавать там все до конца не стоит, потому что бизнес – это риск. Изначально, когда ты чем-то занимаешься, надо быть… Понимать, что это можно потерять. Это можно потерять. Последнюю копейку, конечно, не стоит. Ни в коем случае, особенно женщине. Вторая история с кредитом. Значит, у нас сейчас развивается микрофинансирование, я там активно занимаюсь микрофинансированием, лоббирую эту тему. Потому что женщинам очень редко дают кредиты. Почему? Потому что обычно на тебя не оформлена ни машина, ни квартира, ни что-то еще, плюс еще, наверное, семья, дети и так далее. То есть ты абсолютно не кредитоспособный. И еще банк считает, что ты очень рисковый актив, и поэтому не дает тебе кредит или в меньшей степени доверяет. Микрофинансирование дает тебе мало денег, но быстро. Но под большой процент. Мало денег быстро, если на длительный срок под очень высокий процент. Помните эту историю с Почтой России? Да, я помню, эта история крайне ужасная, потому что она, это действительно история, там, 2000 процентов, но микрофинансирование, вот эта тема микрофинансирования, дожить до получки, она так работает. Это не история микрофинансирования в бизнес. Это история дожить до получки. Хочу сейчас 100 рублей, пошла, взяла и через неделю под огромный процент вернула. Ясно. То есть надо не вкладывать последние деньги, надо пользоваться заемными, заемными финансированиями, не бояться. И такие, в принципе, инструменты есть. Да, надо разработать, надо понять, откуда вы берете деньги. Сейчас очень хорошо развит механизм, условно называется он краудфандинг, ужасное слово, но это попросить денег у окружающего мира. Соответственно, это очень хороший инструмент. Википедия оставил такой, да? Да. Википедия, помните? Да, Википедия это первый краудфандинговый проект. Я сам перечислил 10 долларов. Да, я тоже перечисляла. Ну так это история, когда у вас есть какая-то идея, и вы помимо того, что просите деньги, вы еще тестируете идею. Она нравится аудитории? Нет. Если вам никто денег не перечисляет, значит идея сама по себе в корне неправильная. То есть никто не верит в эту идею, значит никто денег не перечисляет. Но здесь есть такой момент, что если никто не верит, то с по-настоящему гениальной идеей трудно будет, мне кажется, родить, потому что гениальные идеи, в них толпа, как правило, не верит. Если такой момент тонкий. Да, за гениальными идеями это четвертый этап. То есть четвертый способ получения денег, вы должны ходить по фондам. Есть фонды двух направлений. Это венчурные, которые дают деньги в высокорисковые проекты. Есть фонды, которые дают гранты. Например, есть Microsoft Seed Fund. Это несмотря на то, что фонд Microsoft, но он дает грант. Пожалуйста, участвуйте в конкурсах. Я, кстати, тоже приветствую участие в конкурсах, потому что вы оттачиваете, насколько идея хороша, не хороша. И получаете этот грант на развитие. Я против грантов, но за участие в конкурсе. Почему против грантов? Гранты – это деньги, которые никто не просит назад. Ну, это вот как раз та история, которую я против. Потому что надо в любом случае понимать, если вы берете, вы должны их вернуть. И эта задача вернуть деньги будет способствовать вашему развитию. Мотивировать, да? Да. Хорошо, Алена, спасибо. Ольга, какие советы вы можете дать тем, кто стартует бизнес? Не бояться и не останавливаться на полпути, потому что иногда бывает, кажется, ну всё уже, дальше нет ничего, всё, нет сил. Ну, просто это время надо пережить, и всё идёт дальше нормально. А если это время тянется, 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 и конца, края, момента? Ну, значит, надо пересматривать свою политику, значит, что ты делаешь не так. То есть в какой момент стоит уже думать, что надо что-то пересматривать? А в какой момент ещё стоит напрячься и пытаться пережить? Ну, я так думаю, просчитывать какие-то свои действия и уметь рисковать, разумно рисковать. Ну, а как вот уметь рисковать? Как этому? Этому же как-то можно разве научиться? Ну, я думаю, можно. Что можно вложить в понятие уметь рисковать? Это значит не бояться уволить пол коллектива, если вдруг компания резко опускается в минус. Да, уметь сказать нет. Это очень тяжёлое решение. Вот это очень, самое вот для меня было, что трудно, это сказать нет. То есть социальная какая-то ответственность есть перед людьми. Всех жалко. Бизнесе жалости не должно быть. Если ты зарабатываешь деньги, то ты… Да, цель бизнеса – это максимизация прибыли. Но, опять же, женщина как делает? Вот это же хороший ход. Вы можете увольнять людей, но помогать им находить новую работу. То есть для вас это плюс. Вот женщины обычно так себя ведут, и это, мне кажется, совершенно замечательно. Вот у меня, если люди уходят, допустим, я их готова взять. Потому что каждый имеет право на ошибку взять второй раз. Вот у меня те, которые приходят, уходят, бывает по два-три раза. Беру обратно. У нас откровенный разговор, поэтому откровенный вопрос. А сколько зарабатывает компания, ну, скажем, в день? Чтобы было понятно простому человеку. Ну, примерно. В среднем. Можете ответить? Ну, наверное, нет. Оборот. Скорее нет. Понятно, что вы компания закрытая, не публичная, естественно. Ну, даже… Алена, а вы можете ответить? Не, я тоже не могу ответить на этот вопрос, потому что он нестандартный. То есть на одном ивенте можно заработать там 20-30 тысяч долларов. Но это зависит от уровня мероприятия. Можно уйти в минус на такую же сумму. А по вложению в проекты, это, условно говоря, в среднем из проекта можно выйти 5x или 3x. Вложения составляют от 5 до 30 тысяч долларов. Это что касается ивентов? Да, это что касается инвестиций в проекты. А ивенты – это вот, это у тебя есть такая дельта, да, это от нуля до, условно говоря, миллиона рублей, либо от нуля, один раз мы очень сильно в минус ушли, у нас был минус 300 тысяч. Мы их быстро вернули, но минус был за одно мероприятие. А что сейчас является горячей темой? То есть вот именно в области женского бизнеса, как вы считаете, что может выстрелить? В области бизнеса, ориентированного на женщин, самая горячая тема – это электронная коммерция, то есть торговля через интернет. А торговля именно чем? Потому что торговля через интернет – это… Вот как я уже сказала, две очень быстро развивающихся ниши. Вторая история – это все, что касается одежды, косметики, это очень высокомаржинальный рынок, маржинальный очень. То есть то, что вы можете купить там с наценкой в интернете – это замечательная история. А вторая история – это детские товары, детская одежда, развивающиеся, развивающие игры. Это тоже беспрецедентный сейчас рост. Вот в силу ряда обстоятельств очень много женщин, опять же, научившихся пользоваться электронными площадками, заказывают все через интернет. И мужчины, несмотря на то, что все равно ориентированы на женщин, заказывают через интернет детские вещи. Дешевле очень получается и быстрее, практичнее. Ольга, может быть, вы что-то добавите, какие ниши вы видите? Ну вот и через интернет-магазины мы сейчас очень у себя развиваем новые технологии, у нас в машинах новые сервисы, связаны там и Яндекс.Такси, и мониторинг транспорта, все это ставим. Яндекс.Такси, мониторинг транспорта, да, я знаю, что у нас есть приложение, которое отслеживает. Чтобы наши могли заказать с айфонов вот эти все наши услуги, в принципе, мы все это у себя внедряем. То есть эффективно это то, что связано часто с детьми, детские товары какие-то. Вот детский центр у меня знакомые открыли недавно. Как вы считаете, насколько это эффективно? Я на самом деле тоже сейчас этим занимаюсь. Мы с моей очень хорошей знакомой на Пресне будем такое делать. И я считаю, что это нужно. Но я считаю, что это нужно делать по схеме. Муниципалитет имеет в распоряжении некую бесплатную площадь, которую он обязан отдавать под центры развития семьи. Вот это надо делать. Потому что если ты вложишься сейчас под недвижимость, она будет падать в ближайшее время. То есть ты как бы потеряешь в этом. Поэтому там приобретать и вкладываться, уходить в минус на развитие бизнеса сейчас пока смысла такого нет. А почему думаете, что будет недвижимость падать? Ну это просто тенденция на рынке такая. То есть как только активы станут неликвидными, как только банки в связи с мировым кризисом начнут теребить людей по выплате кредитов, то есть понятно, что первая отрасль, по которой ударят, это будет самая закредитованная недвижимость. Ну у нас просто разные гости в студии. Кто-то говорит, что да, все будет плохо, будет кризис, а кто-то говорит, что нет, никакого кризиса нет. Ну я как любая женщина, да, то есть у меня 33 варианта, и самый хороший – это самый плохой, да. Готовьтесь, готовиться всегда надо к худшему, конечно же. Да, то есть если открывать бизнес детских центров, то лучше это делать совместно с какими-то государственными муниципальными объединениями. Лучше риски шарить, то есть делить риски обязательно. Это интересно. А вот знаете, такое часто есть мнение, что если у женщины что-то достигло чего-то, то значит где-то здесь мужчина рядом стоит, он ей дал денег, либо он помогает. Есть другое мнение, что любого мужчину сделала женщина. Мы считаем, что это обоюдно-зависимая история, это и так правда, и так правда. То есть все-таки в целом, в основном, если есть какое-то достижение у женщины, как правило, женщина добилась этого сама, то есть искать мужчину не стоит. Нет, искать мужчину не стоит, просто опять же в силу социально-демографической ситуации в нашей стране. Мужчин, вы знаете, у нас какая трагедия, вообще на всех не хватает. Это точно. Хорошо, спасибо вам огромное. В студии была Алена Попова, основательница проекта Startup Women. И Ольга Фомина, руководитель женского такси. Было очень приятно поговорить, спасибо вам большое. А у нас, во-первых, будут новости, и после них будет программа «Сухой остаток», торговые идеи, прогнозы по рынку акций на предстающую неделю. Аналитик брокерской компании «Китфинанс» Дмитрий Шагардин, Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела компании «Русинвест». Оставайтесь с нами, это был бизнес-класс на «Финам.ФМ». Делайте деньги с удовольствием. Спасибо.